Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодняшнюю тему я решил посвятить процессу стройности или нормализации массы тела. В этой передаче я хочу рассказать не только о тех продуктах, с помощью которых можно обрести стройность, но и также о подводных камнях, которые подстерегают человека, желающего сбросить лишнюю массу тела и стать стройным. Сегодня многие люди хотят обрести стройность, но не знают, как это делать. Постоянно сидят на различных диетах, при этом плохо себя чувствуют, хочется кушать. Я вам сейчас приготовлю салатик, который идеально подходит для людей, которые стремятся нам издавать массу тела. Наш салатик будет состоять из растения салат, вот он какой, из яичечка и отварную, лучше всего мы берем отварную грудку куриную. Но так как у нас нет, можно использовать ножку куриную. Естественно, для того, чтобы было вкусно, мы добавим сюда еще майонеза, чтобы было вкусно. Вот, и у нас получится такой сытный салат, который способствует тому, что съев его человек чувствует сытость, первое. Второе, желудочек его запомненный, и самое главное, человек начинает на нем сбрасывать лишние килограммы. Есть этот салат лучше всего утречком, и можно без ограничений есть на ночь, или вечером лучше всего. Почему? Потому что вечером больше всего хочется кушать, а кушать не все можно, а вот этот салат как раз можно есть. Итак, мы его готовы. Мы заранее взяли листья салата, вот, очистили его. Листики салата мы с вами помоем дополнительно, вот потому что вот эти вот листы надо сбросить вверх. Они нам не нужны, они нам не нужны, потому что тут, ну, все-таки товар был в магазине, и всякое было. Вот, так, ополосили. Ручки у вас должны быть чистые, потому что можно эти листья порвать руками, а можно ножом. Причем металлический нож не рекомендуют использовать, так как будет идти окисление. Но мне все-таки хочется попробовать, насколько будет идти окисление от металлического ножа. Поэтому мы один салатик сделаем с ножом, а другой с керамическим ножом. И посмотрим. Вот, нарезаем. Так, половиночка у нас как раз получилась. Порезали. Вот, теперь мы добавляем сюда майонез, для того, чтобы вкус был именно листьев. Итак, мы с вами для вкуса добавили сюда майонез. Майонез берите, ну, к какому вы привыкли, но чтобы он не слишком уж был вредный. И при этом своими собственными руками вот так все хорошенько перемешайте. Вот здесь перемешали. И теперь мы все это выкладываем с вами на тарелочку. Берем тарелочку с вами. И все это аккуратно помещаем в тарелку. Есть. Далее мы с вами должны подготовить теперь яйцо. Яйцо мы разрезаем, яичко это такое, измельчаем, так, и добавляем сюда. Добавили. И теперь переходим к мясу. Берем мясо, отрезаем. Вот так вот. Отделяем ножку, нарезаем. А слюнки бегут, чувствуется. Салат удался. Если слюни побежали, это говорит о том, что наш салат удался. Здесь нет ни грамма углеводов. А раз нет углеводов, то такой салат способствует нормализации массы тела. Жирочек будет уходить. Кишечник будет отработать. Великолепно. А мы с вами будем стройнеть. Итак, мы с вами это все измельчили. И теперь сюда добавляем в салат. Пропорции вы примерно видели, вот как я сделал. То есть, это можно взять одну куриную грудку. Вот одно яйцо. И салата вы тут можете побольше. Ну, вы видели, сколько я взял. Итак, теперь все это мы с вами перемешиваем. Итак, основа нашего салата, это все-таки зеленый салат. Само растение. Вот, все это перемешали. Хорошенько. Еще этот салат называют цезарем. Добавляю сюда различные сухарики. Ну, как вы видели, сухариков я не добавил. У нас получился салат цезарь с курочкой и одним яйцом, не более. Итак, пробуем. Ах, слюнки бегут. Лично мне вкусно. Салат удался. На передаче Малаха Плюс я встречался с десятками людей, желавшими стать стройнее. Часть из них потерпели неудачу, несмотря на многочисленные попытки, и разочаровались. Это примерно 8, а то 9 человек из 10. И только час из них. 1-2 человека из 10 успешно реализовали программу нормализации массы тела и наслаждаются новыми ощущениями от стройного тела и иными составляющими полноты жизни, связанной с новым стройным телом. Естественно, встает закономерный вопрос. Чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить? Главное, сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь. Да, попытки есть успешные. Человек сбрасывает 10, 20, 30, 40 килограмм и более веса. Ну, там, за полгода, за год, за три года. А потом, все это как-то незаметно возвращается. В чем же здесь ошибка? То есть, встает закономерный вопрос. Чем это связано? Почему большинству из нас не удается построить и сохранить это состояние на всю оставшуюся жизнь? Очень интересный вопрос. А секрет заключается в том, что упор делается не на основной процессе стройности, а на второстепенное. Именно это и приводит нас к ошибкам. Важно понимать, с чем человек столкнется при нормализации массы тела. С чем он будет бороться? Оказывается, главное в процессе нормализации массы тела – это самодисциплина и самоконтроль. Это надо выработать в первую очередь. А это уже работа с сознанием, со своими привычками и не только пищевыми привычками. Это уже работа с чертами характера и даже мировоззрением. Вам надо изменить мировоззрение, чтобы вы не думали, что вы живете для того, чтобы есть. На самом деле, вы едите для того, чтобы жить красивой, полноценной, здоровой жизнью, в процессе которой вы самореализуетесь и растете, как духовная личность. Процесс нормализации массы тела – это постоянный поиск мотивов и стимулов для продолжения процесса построения и закрепления его результатов. Почему? Происходят ошибки. Человек сбросил вес, да, все у него нормально стало, вот он такой. Дальше у него, как бы сказать, стимул пропал, вот, жизнь накатила на него вновь, и он начал опять то застолье с друзьями, то какой-то очередной праздник, то просто хочется вкусно поесть. И в результате все это перечеркнулось. Понимаете, надо выработать новый стиль жизни, новый стиль мировоззрения и мышления. Морковно-сельдереевый сок, причем сельдерей мы возьмем с вами вот такой, в виде черешка, не корневой, а черешковой. Это две большие разницы. Вот, и начнем. Для того, чтобы постройнить и сбросить лишние килограммы, очень хорошо использовать свежевыжатые соки. Причем свежевыжатые соки должны быть у вас овощные. Фруктовые не так подходят, как овощные. Вот в качестве основы, конечно, лучше всего взять морковь. Она будет усиливать обменные процессы в организме человека. А это важно сделать для того, чтобы мы начали сбрасывать вес. Далее используют такие интересные растения, как сельдерей, которые также усиливают наш организм. Добавляют ферменты, которые активно ведут расщепление различных жировых масс в организме человека. Отбивают аппетит еще, что немаловажно. Используя такие соки в течение дня, заменяя им завтрак или ужин, можно добиться ощущения сытости. Желательно добавлять в такие соки прочие продукты. Ну, например, имбирь. Он будет усиливать обменные процессы и лучше расщеплять, способствует лучшему расщеплению жира. Попробуйте, и вы будете очень довольны. Вместе со стройностью вы будете ощущать еще и прилив сил. В процессе нормализации массы тела надо опираться на физиологические процессы, а не броские статейки в журналах и газетах. А физиологические процессы говорят о том, чтобы произошло снижение массы тела, надо увеличить движение, то есть расход энергии, и уменьшить калорийность питания, поступление энергии в организм. Далее, после достижения желаемого результата, оба процесса расхода и поступления энергии надо уравновесить и стабилизировать свое идеальное состояние. И делать это придется вам всю оставшуюся жизнь. Иначе вес поползет вверх. В качестве двигательной активности для усиления обменных процессов я вам рекомендую гимнастику Софи Лорен. Она простая, и мы ее сделаем с вами вместе. Открылось солнышко, выдох. Еще разок. Потянулось к солнышку. Выдох. И еще разок вдох. Потянулось, открылось. Хорошо. Выдохнули. Следующее упражнение у нас идет как кошечка. То есть мы ручки берем перед грудью и на вдохе прогибаемся так. Раз. Ай, хорошо. Выдох, округляем спинку. Теперь опять вдох. Прогнулись. Выдох, округлили спинку. Я, значит, вдох делаю, прогнулся. Видишь, вот здесь вот надо прогнуться. Прогнулся, да? Потом я делаю шаг назад и округляю спинку. Вот. Ни-и-и, значит, вдох. Оп, прогнулись. Выдох. Опять пошел вдох. Оп, прогнулись. Выдох. Еще разок. Вдох. Выдох. Вдох. Потянулись. Выдох. Округлились. И еще раз. Вдох. Выдох. И последний. Вдох. Выдох. Отлично. Третье упражнение. Третье упражнение очень простое. Просто-напросто наклоны. Наклон идет спокойный, расслабленный. То есть мы делаем вдох. Ножки на ширине плеч. Вдох. И выдох. Под действием силы тяжести. Опустились. Опять вдох. Выдох. Под действием силы тяжести. И еще разок. Вдох. Выдох. Отлично. Это было третье упражнение. Одна ручка у нас на талии. Ноги примерно на шейне плеч. Рука за головой. И в эту сторону. Выдох. Потянулись. Да. Нет. Колено не гнем. Вдох. Выдох. Почувствовать, как бачок тянется. Вдох. Еще разок. Выдох. Вдох. Медленно, плавно все делаем. Не спешим. Выдох. Вдох. И еще. Выдох. Тянется бачок? Вот. И еще последний раз. Опа. Ай, как хорошо. Ой, хорошо. Значит, велосипедник делается так. Лежа мы ложимся. Опачки. Округлили спинку. Теперь слегка поднимаем ножки. И начинаем делать. Велосипед такой делается. Невысокий. А вот такой здесь лучше работают мышцы живота. Мы его делаем от минуты до трех. Как раз прорабатывается. Если мы положили голову, то у нас получается нагрузка меньше. Поэтому вот здесь. Вот. И покрутили педали. Раз, 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 раз. Очень хорошо. Лежим-ка. Угу. Да. Отлично. Выше не надо. Именно вот так. Пищу надо подбирать такую, чтобы она несла здоровье и была полноценной. Ее побочное действие выражается в сбросе веса. Но не специальная пища для сброса веса. А со здоровьем, как там уж получится, это уже не имеет значения. Запомните это. Если же придерживаться таких продуктов, которые направлены на сброс веса, то это со временем отражается на состоянии здоровья, белковая диета, отсутствия клетчатки и прочее. Часто смена диет, седение на различных продуктах приводит к быстрому разглаживанию, обмена веществ и энергии в организме. Организм пугается и отвечает на все эти действия ваши по стране. Стойким нежеланием сбрасывать вес и еще большим его накоплением. Хочется следующая попытка сбросить вес быстро, но опять-таки надо учитывать свои особенности физиологии. Если все сбрасывается быстро, то возникает обвисшись кожи. В первую очередь, знаете, что весь процесс похудания, по стране, извините меня, сказывается на лице. Хочется, чтобы личико было полненькое, а животик впавший. Получается наоборот, знаете, что получается? Глаза впадают, грудь отвисает некрасиво, а живот как был, так и остается. Поэтому для того, чтобы шло сжигание именно жировой массы и именно там, где вы хотите, здесь и питание надо учитывать, и специальное движение надо учитывать. И делать это плавно, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот тогда у вас и внутренние органы будут на своих местах, а то в процессе быстрого построения, такого, знаете, килограмма в неделю или там более, получается, что внутренние органы, не имея опоры, просто-напросто могут опуститься. И вместо чего-то хорошего принести вам проблемы со здоровьем. Поэтому только обдуманные, выверенные, последовательные действия ведут к успеху в сбросе лишнего веса, укреплению здоровья и даже продлению жизни. Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету «Малаха-про». Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете «Малаха-про» об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровьица! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была «Целебная кулинария». До новых встреч!